Девушки отдыхают Вчера у ребят был первый соревновательный день, который оказался насыщенным событием с новыми конкурсами и новыми встречами. Меня зовут Екатерина Леонидовна. Я представитель такой важной и ответственной службы, как Государственная автомобильная инспекция. И, конечно, многому их научил. Софья, а ты? Это что, за машина? Скорая помощь. Правильно, Софьяшка, ты ответила правильно и сделала это быстрее Рому, поэтому заработала две фишки. С небольшим отрывом в четыре фишки «Пока впереди Рома». Что принесет второй день соревнований, узнаем прямо сейчас. Ребята, в стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера вы уже столкнулись с этим правилом, отвечали на мои вопросы, разгадывали загадки. Сегодня готовы продолжить делать то же самое? Да. Хорошо. Итак, самое время начинать наш первый конкурс. Тема нашего разговора – это правила дорожного движения для детей. Сегодня будет все не намного сложнее, чем вчера, но с завтрашнего дня, ребята, чем ближе к финалу, тем задания будут становиться сложнее. Ребята, перед тем, как приступить к первому конкурсу, хочу вас познакомить с темой первого задания. Это виды городского и специального строительного транспорта. Итак, я вам загадываю загадку, а вы отгадку. Ищите каждый на своем стенде и приносите мне задание на скорость. Кто быстрее получит дополнительную фишку? И за правильный ответ тоже одна фишка. Понятные условия? Да. Итак, первая загадка. Четыре колеса, резиновые шины, мотор и тормоза. Что это? Так. Угу. Рома думает, что это велосипед, а Софьюшка думает, что это машина. И Софья, Рома здесь абсолютно права. Знаешь чего? Не внимательно слушал. Ром, я же говорила, четыре колеса. В твоем велосипеде сколько колес? Два. Ну, есть такие велики, где четыре колеса. Ну, у нас-то, видишь, какой двухколесничек. Так что Софья оказалась права. Я отгадала правильно эту загадку. Молодец, Сонечка, тебе фишка. Так, хорошо, ребята, первая загадка разгадана. Служим внимательно вторую. Рома, внимательно считать будем позже, в конце передачи. Итак, ребята, слушаем вторую загадку. Непонятный зверь ползет, землю с грохотом грызет. Он вытягивает шею, чтобы глубже рыть траншею. И зачем-то в этом звере есть окно и даже дверь. Так, у Ромы, Рома, это что за транспорт? Трамвай. Вот это трамвай? Ой, точно. Забыл экскаватор. Экскаватор. А это трактор. Рома оказался прав, Софьюшка. Роет траншею, у нас экскаватор. Видишь, у него специальный такой ковш есть. Так что Рома справился быстрее, дал правильный ответ. Две фишки отправляются в твою копилочку. Держи. Софьюшка, будь, пожалуйста, внимательнее. Одиннадцать. Тише. Слушаем следующую загадку. Богатырь на высоту смог легко поднять плиту. Побежали. Так, Софьюшка, что это? Садись, присаживайся. Сейчас. Софьюшка, что нарисовано? Что это за богатырь, который на высоту может поднять плиту? Я забыла. Это подъемный кран. Ты знала, просто чуть подзабыла, да? Подъемный кран. И ты совершенно права. Ром, а ты принес нам электричку? А как она может плиту поднять на высоту? Неправильно, Ром. Правильно ответила Софьюшка. Вот. Фишка в твою копилку. Молодец. Итак, последняя загадка. Слушаем внимательно. Я битком набит людьми. По делам спешат они. Кто-то на работу, кто-то на охоту. Дети в школу или в сад. Я любому гостю рад. Так, ребята. Ребята, молодцы. Правильно. Ничья. Троллейбус. Итак, ребята, на эту загадку вы ответили вдвоем. Правильно. Молодцы. Поэтому каждый получает по фишечке. Держи вам свою. И тебе, Софьюшка, твою. Ребята, сейчас я предлагаю вам встретиться с нашей хорошей знакомой, тетей Катей, инспектором ГАИ. Ваше внимание на экран. Ребята, здравствуйте. Вы наверняка знаете, что на дороге главный не пешеход и не водитель, а светофор и знаки дорожного движения. Но кроме светофора, движением транспорта и пешеходов может управлять специальный человек – регулировщик. Ребята, скажите, как называется полосатая палочка, при помощи которой инспектор регулирует движение? Жезл. Правильно, ребята, это жезл. А регулировщик – это сотрудник ГАИ в специальной экипировке с жезлом и свистком. Ребята, давайте с вами поиграем в игру на знания дорожных знаков. Правильные ответы принесут вам дополнительные фишки от тети Светы. Ребята, что за знак обозначает место перехода дороги под проезжей частью по специально оборудованному коридору? Подземный переход. Правильно, это подземный пешеходный переход. А какой знак обозначает зону для перехода пешеходами проезжей части дороги? Как называется, когда проезжую часть нужно пройти этот знак? Пешеходный переход. Правильно, пешеходный переход. Вы настоящие молодцы! Вы сегодня были активными, и за это спасибо. Я прощаюсь с вами до завтра. И желаю вам в игре успеха и безопасности в жизни. Ребята, сейчас наступило время нашего заключительного конкурса на сегодня. Сейчас последняя возможность у вас заработать фишки. Ребята, если вы были внимательны, хорошо слушали то, что говорила тетя Катя, то вы без проблем ответите на мои вопросы. Сейчас и проверим, кто внимательно слушал. Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечаете. Каждый правильный ответ будет стоить две фишки. Итак, давайте определим путем жеребьевки, кто начнет первым отвечать на вопросы. Сейчас вы выберете. А, чего я взяла две фишки? Одну оставляем. Итак, выбираем руки. Так, Рома, ты начнешь первый. Первый вопрос адресуется тебе. Будь внимательной, слушай. Как называют человека, который регулирует движение транспорта и пешеходов? Регулировщик. Регулировщик. Молодец. Две фишки я обещала. Две фишки я тебе и даю. Держи. Софишка. Следующий вопрос для тебя. Как называется полосатая палочка, при помощи которой инспектор регулирует движение? Жезл. 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 Правильно, Софьюшка. Да, просто тебе трудновато выговорить это слово, но ты ответ знала. Я это точно знаю. Вот, две фишки тебе тоже заработала. Молодец. Рома, слушай, следующий вопрос тебе. Что за знак обозначает место перехода дороги под проезжей частью по специально оборудованному коридору? Платенный переход. Молодец. Держи. Две фишки твои. И последний заключительный вопрос. Софишка, тебе. А какой знак обозначает зону для перехода пешеходами проезжей части дороги? Переход. Какой переход? Ну, если пешеходы переходят дорогу, то как этот переход называется? Пешеходный переход. Правильно, Софья. Пешеходный переход. Молодец. Так, давайте быстренько считать, сколько удалось вам сегодня фишек заработать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У тебя очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас семь. Так, у Софьюшки семь. Шесть. Хорошо. Семь. Восемь. Девять. Так, у Рома стабильно идет. Стабильность признак мастерства. В прошлый раз заработал девять фишек и сегодня девять. Итого у Ромы восемнадцать. А у Софьи было пять плюс семь. Итого двенадцать. Двенадцать у Софьи и восемнадцать у Ромы. По-прежнему с небольшим отрывом лидирует Роман. Но у нас еще впереди две игры серьезные. Поэтому Софья еще подожмет и догонит Ромы, да? Что, ребята, прощаемся. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. До свидания. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова